здравствуйте уважаемые подписчики зрители канала бутледер сегодня у нас но это не обзор данной бочки на днях на прошлой неделе не друг товарищ прислал данную бочку ему и я так понял что тоже кто-то подарил он не смог ее с ней что-либо сделать ну если ты сам занимаешься на дарю и выслал мне ее я ее получил берет как я получал будет вот здесь внизу ну и по ходу дела я производил съемки по по данной бочки то есть тапками шибко не закидывайте где-то в данном видео будут эмоции где-то я буду проставлять текст потому что где-то молча пыхтел суть в том что данная бочка пришла не очень приглядном виде краник я его ставить не буду еще пробку не сделал чтоб закрыть кран вот она бочка у предыдущих хозяев ну даже не бочка предыдущих хозяев уважаемый бондаре а именно тот человек кто сделал эту бочку посмотрите может вы знаете его может что-то подобное попадалось вам не делайте больше такую халатуру пожалуйста и портите впечатление у людей я смог ее восстановить данном видео вы увидите как можно избавиться от течи от ночи если бочка у вас дырявая если руки я знаю что все самогонщики это творческие люди и них руки растут из правильных мест они смогут это данная бочка но фактически она не использовалась и я не знаю в ней даже по моему обжига не было я ее разобрал точнее нам не рассыпалась перебрал всю перебрал собрал стянул по новой собрал сейчас она не бежит большое спасибо хочу сказать еще раз по повидел вы увидите почему большое большое спасибо это виталию воробьеву бондарю с воронежской области который делает замечательные бочки с черешечного дуба рекомендую ссылочку на него я оставлю в описании он не в телефонном режиме никогда не отказывает человек в помощи в подсказках в телефонном режиме он мне рассказал что надо сделать как надо сделать что бочка была рабочая приятного просмотра красоту мне подарили именно я не покупал бочечка 10 литров чье производство неизвестно но видите сразу же мне когда ее отдавали предупредили что она пользованная был в использовании попользовались один раз а потом сказали что она очень долгое время стояла когда и в данном видео я расскажу как ее восстановить как ее при реанимировать кому плохо видно покажу сейчас покрупнее вот смотрите эти донца что с ними случилось что случилось с клепками ну постараюсь подробно показать весь процесс как я буду разбирать ее внутри по-любому ее придется почистить ну и сделать переводчик бочка блага не ващеная но что-то мне сдается что она какая-то эти кастыли в ней с костылями скорее всего это какой-то заводская из ряда бон поса очень подобного ладно приступим так видео будет чуть мое сердце долго немножечко нудновато я где смогу ускориться ускорюсь поменьше текста но тем не менее если не болтать будет совсем скучно смотреть первое на первое конечно веревочки все классно но это надо снять это нам не надо пока мисси ну ее пытались вымочить что-то такое чувство что она то ли в воде долго была при попытках то ли чё ладно ох-е-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о так она держится только за счет того что облачь это только прибитый как говорят дареном зубы не смотрят я руками снимаю их сейчас мы вот это дело от жмем при осаживании мы потом эти же костыли посадим так все один обруч сняли самая большая ошибка при разборе бочки это когда люди пытаются разобрать пытаются снять все потом очень тяжело самим собрать и также когда начинает обжигать снимают этот обруч она ну кто видел меня предыдущее видео где я сбор посовской немножечко плясал конечно неудобно с ней плясал но жесть как она рассохла ся ладно ладно мы вы попадаете ну посмотрите вот посмотрите все шатаются она рассохлась вообще она забылочку влага мне так предупреждать что бочка очень давно стояла не пользованная вот вот ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опа! Так, вот у нас еще один тут кастырик, который мы не подлезти. Опа! Все, мы ее прослабили всю. Так. Все, мы ее прослабили. Со всем этот облач нельзя снимать. Сейчас разожмем все это. Разведем. Любовь руками. Пытаемся достать. Так, нет, наверное, снимем все-таки. Вот, донцы. Видите, оно тоже все рассохшееся. И поведенное. Бочку вымачивали, не осадив обручи. Привело к тому, что клепки на донцы в разные стороны начали гулять. Ну, там мы сейчас тоже вылечим. Все это лечится, все это тянется. Бочка. Бочка. Ну, бочка, если смотреть вот так, то она у нас, я бы сказал бы, слабого обжига. Точнее, вообще не обжигалась вообще. Сейчас мы ее посмотрим внимательно. Ну, даже снимать слой я не вижу смысла. Ее, по-моему, один раз залили. Возможно, даже и не заливали вообще. Ладно. Сейчас подумаем. Что с ней делать? В общем, немного подумал. Решил... Решил сделать следующее. Начиная от этой клепки, мало ли что. Вдруг она у меня все-таки распадется. Чтобы не мучиться. Так как клепки изначально все подгоняются от клепки с горловины. Будем считать ее первой. Мы ее маркируем. Один. Следующая. Два. Двенадцать клепок. Все-таки придется, наверное, подчистить ее. Пам-пам. Ладно, сейчас убираем все эти костыли, какие здесь присутствуют. Извиняюсь, что не все видно, но тем не менее. Щелик, конечно, жесть. Бочка, видать, была больше декоративная. У нее, скорее всего, залили дистиллят. Видели, что все потекло. Залили и убрали. Сказали, что заливали, выдерживали. Никто в ней ничего не выдерживал. Но сама степень обжига мне... Я сомневаюсь, что она вообще обжигалась. Думаете, что лучше? Отшлифовать его, выровнять? Потерять толщину? Или все-таки оставить так и надеяться, что оно не потечет? Попробуем поставить обратно всю эту сторону стянуть и разобрать противоположную. И там уже тогда нам будет видно все действия. Потому что мы будем переобжигать это однозначно. Так, уже решено. Да, решено, безвозвратно. Я покинул родные края. Так, область стали. Пока на сухую, на все это. И видите, места, как оно стояло. Мы будем осаживать их дальше. Не нашел нормальный молоток. Принцип. У меня нет приспособлений. Я не бондарь. Я самогонщик. Вот такой молоточек детский игрушечный. И второй нормальный молоток. Осаживаем. Не торопясь. По кругу. Ставим на место. Хлестким движением. Если вам видно, я уже осадил на порядок больше, чем она стояла. Продолжаем. Без фанатизма. Но стягиваем клепки. Все, не болтаются даже. Сидят почти идеально. Но есть щели. Щели есть. Никуда они не делись. Но между 8 и 9 клепкой вот здесь. Вот здесь вот. Одна щель. Ну, это пока мы не фанатеем. Не бьем до лодурей. Ох. Ох, ёрт. А здесь... Чего же она бежала-то? Друзья. Смотрите. Тут донца вывалилась. Оно выпало. Из утора. И его повело. Сейчас будем тоже править. Но здесь мы сейчас снимем вот это донца. И прежде чем что-то делать, мы ее будем обжигать. Пока ставлю паузу. Снять этих обручей. Ничем не отличается от этих. Продолжим дальше. Итак. Изрядно намучившись, решил разобрать ее полностью. Клепки довольно-таки хорошие. И честные. Ну, вот смотрите, что случилось. Вот такой вот. Видите. Ее перемочили. Сейчас ее надо выправлять. Сейчас будем... Не знаю, под какие пресса положить. Ну, будем выправлять. Итак. Раз уж я это все разобрал, каждую досочку полирну, шлифану. Потом буду собирать. За это время постараюсь выправить донцы. Путем... Ну, видите как они. Путем, путем, путем простого механического давления на них. То есть я их сейчас замочу на пару дней, чтобы они намокли. Потому что они сухие. И положу под пресс еще на пару дней, чтобы они выправились. Дальше продолжим. Второй день танцев с бурнами. Вчера разобрал ее полностью. Сегодня... Точнее, вчера же и собрал, перебрал. У меня получилось, что я смог осадить на целый сантиметр покручи. Поговорил с бондарем, с уважаемым для меня хорошим бондарем Виталием Воробьевым. Я на него ссылочку оставлю внизу. Делает превосходные бочки. И он мне посоветовал, что если осаживаете головной обруч больше, чем на сантиметр, то есть получается ниже уторной донца, ниже утора, то будет плохо держаться донца. Соответственно, я здесь осадил на сантиметр, я обручи начал переклепывать с помощью друга на один сантиметр. Весь процесс будет показан дальше. в принципе, это все. Сейчас мы все остальные снимем. Сейчас одну сторону это уже мы переклепали. Сейчас второе. Натягиваем. Но не совсем будем натягивать, только одевать. потому что тут еще дел куча. Все подробно покажу, так что наберитесь терпения. Поехали дальше. Дальше. Смотрите продолжение в следующей серии. Если видео вам понравилось, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, не забываем нажать на колокольчик. И вот сейчас я сделал брашировочку на этой бочке и в раздумьях, а стоит ли ее завощить, напишите пожалуйста в комментариях. Если для эстетизма необходимо ващение, я завощу. Подписывайтесь на мой инстаграм, там зачастую чаще появляются фотографии того, что я делаю, чтобы быть в курсе. Ну и вступайте в мою группу ВКонтакте, там также быстрее, чем на Ютьюбе появляются отрывки от видео, которые запланированы для съемок. Там появляются новости. На этом все. До свидания, друзья.